Слушай, мне вот как по наехавшему страшно интересно, как вот парни из Екатеринбурга делают бизнес в Москве. Потому что, ну, город имеет славу такого, так скажем, жесткого, с духом Урал-Маша, там вот это вот, и кладбище, повоохоток. Слушай, ну и слава, а ведь вишну имеет, это же город Контур, там много чего оттуда вылезло, так что... Ну да, огромное количество в Яндексе знакомых оттуда, но все равно, это какие-то новые по наехавшие, вот интересные, они из КБ Контур, а из КБ Контур тоже организация с историей. Ты знаешь, что мне очень занятно, то, как сразу пять мужиков, все вроде бы совладельцы, все висят на странице руководства, как они делят даже не доли в бизнесе, а ответственность в процессе принятия решений. Ну как-то получается же, наверное, есть какой-то альфа-директор. Ну может быть, но там же смешно, что они вроде бы задумывали это как демократию, а при этом называют себя вождями. Причем называют вождями только трое из пяти. Я Андрей Завьялов, сооснователь сервиса для предпринимателей «Кнопка». Мы ведем бухгалтерский учет для предпринимателей и делаем им жизнь легче. На нас работают искусственный интеллект, роботы и все остальное. Я предприниматель, мне нравится создавать что-то новое, и я вкладываю свою душу, свою жизненную энергию в то, что я делаю. И все, что мы делаем в «Кнопке», это мы делаем из любви к предпринимателям. Мы знаем их проблемы, мы знаем их сложности, мы знаем, о чем у них болит голова каждое утро и каждый вечер. Если же убрать тему предпринимательства, в первую очередь, наверное, я семьянин. Для меня это самое главное, наверное, в жизни, то есть моя семья, чтобы она была счастлива. То есть у меня жена, трое детей, с ними я счастлив провожу, с ними все свое время. Большую часть, наверное, времени свободного от семьи я уделяю своим любимым занятиям. Это хоккей, я играю вратарем, это не самое простое и не безболезненное занятие. И сейчас для меня самое интересное, наверное, это дайвинг. То есть мне это очень нравится, это путешествие по миру, ну и сам факт погружения, там, единение с природой, это всегда меня очень сильно вставляет. По большому счету, наверное, я счастливый человек, то есть я создаю что-то новое, улучшаю кнопку, какие-то делаем еще вещи. Ну, наверное, просто счастлив и всем этого и желаю. Привет, Андрей. Обычно на этот диван мы сажаем предпринимателей и разговариваем с ними о том, во-первых, как они стали предпринимателями, во-вторых, как они заработали свои первые миллионы, что это в них изменило, в их жизни, в отношении к людям, ну и все такое. А вот сегодня я не очень уверен, скажу вас, ты предприниматель или ты все-таки менеджер с опционом? Как ты сам себя сама ощущаешь? Ну, наверное, последние года три я себя стал ощущать предпринимателем, сначала менеджер с опционом. Наверное, вот так будет более корректно. Эти три года начались сразу с момента твоего прихода в кнопку или ты уже пришел в кнопку, ты так вот чувствовал себя все еще менеджером с опционом, потом вроде так опцион стал все более и более значим, а потом думаешь, черт, да я вообще предприниматель, горя на все. У нас там не было какой-то линейной структуры опционов, чего-то такого, этого не было, то есть мы сразу же знали, сколько будет. Ну, то есть мы не знали, когда я стану, грубо говоря, реальным владельцем пакета акций, да, но я знал, какой он у меня будет с самого первого дня, когда мы только начали ее делать. Потом постепенно оформлялось, это как-то что-то еще, ну, просто это, наверное, некий как бы жизненный этап, что ли, да, то есть самое ощущение. Я сразу же понимал, что я уже совладелец этой компании, это я все сразу понимал, однозначно, но это как-то где-то здесь происходит, то есть, что ты вот, вот я 7 лет кнопки, сейчас вот было 2 июля, 7 лет компании, и где-то, вот, наверное, года 3 назад и понял, что вот, ну, все-таки как бы, ну, ощущение внутреннее, то есть это не документальная какая-то штука, то есть документальное это было сначала. А скажи мне, ну, ты же, так скажем, такой же, наверное, как мой человек, я всем это говорю родом из Советского Союза, и вряд ли ты, вот, родившийся в ЕКБ или где? В Нидин-Тагиле, если бы не значит. В Тагиле. Да, в Тагиле. И вот, вот этот вот человек рождается с криком Тагилы и думает, а вот я стану предпринимателем. Или не с Доливаром, не чё, чем Тагил там славен, я не знаю, человеком. Танками и вагонами. Ну вот, расскажи, кем ты был, когда был маленький, кем ты хотел стать? Киса, как вас звали в детстве? Ну, типа того. На самом деле, я хотел стать космонавтом. Ну, как бы это не смешно звучало, был период в жизни, я не помню, когда он был, ну, в смысле, там, 6, там, от 6 до 18 лет, или там, от 6 до 12, я не помню. То есть, долгий. Да, я несколько лет пробелся, крутился на стуле. Да нет, не крутился. Просто почему-то я это хотел, то есть, вот мне всегда нравилась фантастика, ну, мы уже упоминали и так далее. Мне это хотелось, но я, причем, как-то трезво относился к тому, что, как бы, ну, не буду я им, ну, я это понимал, что я не буду космонавтом, но в то же время, как бы, желание определенное у меня было. Ну, вот смешно звучит, но было. Да почему нет, не смешно, просто, мне кажется, вот Тагил, очень рабочий город. Я сам, собственно, из промышленного города, промышленного района. И представить себе, что ты вот с пацанами во дворе, и с мечтой о том, что ты предприниматель, что кто-то на тебя работает, такого нет. Нет, когда вот, когда это щелкнуло, когда это с тобой произошло, вот три года назад или пораньше? Я вообще, честно говоря, если вот мне кто-то скажет, типа, я родился с мыслью стать предпринимателем, мне в 12 лет меня отторкнуло, я не поверю. Но мне кажется, это, ну, это некий эволюционный процесс. Ну, то есть, как бы, ну, да, есть люди, которые, там, фарцевали, там, у гостиницы, там, Метрополь, условно, но и даже они тогда не понимали, что они предприниматели. То есть, они, там, барыги, там, назывались, или как-то, там, еще там, да? Фарцовщики. Фарцовщики. То есть, это не было термином, там, предприниматель, там, да, потом он, как бы, больше люди начинают, наверное, об этом задумываться из серии «хочу я работать на себя», ну, или как там, или «работать на дядю». Это вот, да, это какие-то вот, ну, когда хотел работать на себе. Нормально. Видимо, зацепил, да? Да, да. Он по струну души. Да, да. Ты хотел работать на себя или на дядю. Это понимание, что ты хочешь в зрелые годы работать уже на себя. Оно было с детства или это пришло уже со временем? Ты знаешь, я, может быть, до сих пор, дай мне, например, выбор и скажи, что хотел бы, хочешь переработать только на себя или нет. Я-то все равно буду сомневаться, хочу ли я этого или нет. Приведу простой пример. Я всегда задаю вопрос некоторым людям из моего там окружения бывает такое, типа, ну, я говорю, ты предприниматель, типа, у тебя свой бизнес? Да, свой. Я говорю, прям вот, ну, прям свой? Да. Я говорю, ты можешь уволиться через два дня, если я тебе сделал хорошее предложение? Да. Я говорю, значит, у тебя не свой бизнес. То есть, свой бизнес – это тот, из которого ты уволиться не можешь. Ну, как бы, ну, я не говорю про крупные корпорации, там, да, где ты там просто владеешь пакетами акций, компания на IPO, у меня там 3% Apple, там, или там, Microsoft, это не совсем то. Я говорю именно такой, ну, я, там, малый, средний, там, ну, может, крупный бизнес, да, там, тоже Галецкий в магните, да, то есть, он же, ну, если почитать его интервью, он долго не мог, так сказать, себе позволить уволиться. Ты чувствуешь ответственность, там, да, ты понимаешь, что, как бы, приемник, там, приемника, там, нет, там, его дитя, что-то еще. Поэтому, если человек легко мне отвечает, а что, что-то интересное есть, через две недели я свободен. Я говорю, значит, так бизнес не твой. Ну, да, на самом деле, я там просто там номиналом сижу, у меня там партнер есть, в принципе, он все делает, а только денег на входе занес. Ну, как бы, в принципе, формально, там, у него, там, не знаю, там, даже 30% компании, к примеру, но реально он там не делает ничего, он просто в самом начале принес денег, все раскрутилось, и это бизнес не его. Но он инвестор. Ну, тоже этим термином, как бы, он слишком замылен этот термин, там, хуй из инвестора, то есть, тот, у кого стоит продолжение тиньков инвестиций, это инвестор. Или тот, кто вложил, там, на раунде A или B и так далее. Ну, то есть, или это сотрудник инвестиционного фонда. Ну, в общем, про инвесторов можно долго разговаривать. Слушай, а давай вернемся туда. У нас есть формальные вопросы, которые мы задаем всем. Просто сейчас, пока мы не дошли до перечисления приложения. А первые деньги как ты заработал? Вот первые настоящие, это, очевидно, была непредпринимательская, вернее, неосознанно предпринимательская деятельность. Это что такое? Вот заметные. Не у папы попросил 3 рубля, не выиграл, там, я не знаю, в трясучку выиграли или в ножички, во что выиграли, я не знаю. А вот заработал. И как? И сколько? Вы потом это удалите, наверное. Так, не говори мне. Не говори мне удалить, да. Не, на самом деле, прямо деньги, которые я не считал, ну, то есть, у меня были деньги, я их тратил, я не знал, сколько их у меня. Я, в принципе, тратил, но это была молодая жизнь, да, то есть, ну, грубо говоря, в молодости, да. Я понимал, правда, я не знал, сколько у меня денег в кармане, я хотел покупать, что покупал. Ну, естественно, из этих денег у меня не осталось ничего. Так что, как они оказались в кармане? Как они пришли, так и ушли. Я работал на… Срок давности прошел, я думаю, уже можно об этом говорить. Я работал на железной дороге. Так. В строительном отряде проводников. Так. Потом, соответственно, я стал начальником поезда, там, одним из самых молодых на Сорловской железной дороге. Ну, естественно, в те времена билеты купить было на поезд не всегда. Да, не существовало компании DHL, Pony Express, которые перевозят, там, грузы, там, и так далее. Не было Яндекс.Курьеров, там, и всего этого остального. Нужно было передавать посылки, за которую ты просто не отправишь. То есть, приходили люди, отправляли посылки, люди ехали на похороны. Не, надо было где-то купить билет. Билетов не было, ты им помогал. Соответственно, за это ты с них брал ту же самую стоимость, которую бы они отдали в кассу. Но, естественно, ты в кассу эти деньги не отдавал. Ну, и все. Незаконная предпринимательская деятельность. Да, незаконная предпринимательская деятельность. По большому счету. Ну, ключевое слово, предпринимательская деятельность. Да. Ну, это надо было организовать, не ясны. Расскажи, потому что перед тобой мы разговаривали с человеком совсем другого возраста, который тоже получил первые азы, так скажем, предпринимательские должности, вернее, деятельности, только будучи простым проводником. Он и там сумел что-то выкрутить? Ну, я там и начинал. Ну, и чего он тебя научил поезд? Не, на самом деле, там как строительный отряд проводников. То есть, есть начальник поезда, и проводники распределены по вагонам. Как-то у меня-то всегда складывалось, то есть я всегда стремлюсь, как сказать, к центру пронятия решений. Есть такой вагон всегда в центре состава, он называется штабной вагон, где едет начальник поезда. Я почему-то достаточно быстро, там, рейс на третий попал в проводники штабного вагона. А проводник штабного вагона, когда начальник спит, начальником является проводник штабного вагона. Я потихоньку всю эту кухню начинал понимать, как что происходит, где берутся деньги, к тасс кемчу прайс делится не делится как это все происходит и потом соответственно уже всем этим процессом управлял до вплоть до того что начальник иногда просто сидеть сидел в купе и ничего не делал я уже всем занимал не жалеешь что ушел из такого хорошего эффективного бизнеса вот в этот нервный атишный а знаешь почему я ушел у меня тогда сын таким я ему сегодня 21 год и у него сегодня день рождения 21 год сегодня вот он родился и я о том что он родился узнал от начальника вокзала города перим который принес мне телеграмму то есть даже не было сотовой теле только-только появлялись это самое начало там заря сотовых телефонов я даже не знал я знал что у меня жену увезли в родном я не знал что как куда но я как начальник поезда имел право пользоваться ну условно вот сетью внутренней же до телеграммы не поезд к поезду в перми подошел на начальник вокзала андрей валерьевич вы начали поезде куда я вот вам телеграмма поздравляю с рождением сына и я понял что по моему что-то я немножко далековато от себя далековато от семьи и наверное не тем занимаюсь когда ты узнаешь о рождении сына вот но просто от левого человека через телеграмму это потому что был начальником поезда был бы проводником и вообще в этом но узнал только по приезду и позвонив с междугородным с междугороднего телефона вот это время не понял что наверное все таки начальником поезда хорош конечно фантастика что они все начинали с проводников но тоже теперь понимаешь где деньги на самом деле они не войти бизнесе и они не в дистрибьюции не вряд ли они они в поезде и в общем есть ты хочешь чтобы твой ребенок стал предпринимателем понятно куда его посылать на практику но уже поздно самое главное что я туда не поехал потому что мне казалось что в поездах но это стремновато на самом деле они сталкивались какими-то там вещами о которых наверное с улыбкой может быть час и не хотят говорить но удивительно что все в поездах все поездах а зачем ты приехал в москву зачем я приехал в москву хорошего пророк что мешало доказалось бы в якобы есть программиста есть инфраструктура я там квартиру родственники вообще судя по всему себе айти бизнес из якобы это удобно прямо один из главных айти центров страны а в москве же тут и пробки и климат наверно похуже и воздух загазованный и все-таки то здесь наверное было несколько причин причина номер один в принципе всегда вот мы вторых мы втроем я жени антон мы занимались операционного управляли компанией у каждого был свой скрыт блок-блок ответственности там да антон он был тогда именно генеральным директором компании там да он больше там тоже такое заведение за людей за на им за процессы евгений отвечал за разработку за всех технического части я отвечал за продажи маркетинг финансы партнерство игру я вот я больше такой человек который вот ну сидит здесь говорит находит партнеров что-то еще продает не продает вот это это была моя роль все равно так или иначе а и самый интересный момент был в 2014 году мы хотели стартовать на базе банка и думаем начнем мы продажи в екатеринбурге и потом борис диаконов сказал ребят давайте сразу продавать москве это как бы для нас выглядит екатеринбурга очень сложно очень непонятно это будет сразу вызов который будет для нас прямо вот новым вызовом на входе екатеринбурге слишком легко все знакомо все понятно есть там офисы банка продаем но это мы никогда не сможем масштабировать надо москве начинать с нуля строить и по большому счету с самого начала как бы мне приходилось в москву влетать иногда до раз а то и два раза в неделю ну то есть потому что партнеры все здесь продажи выстраивали мы здесь ну и так далее так далее так далее то есть как бы и в один момент времени когда по моему мы с тобой встречались сколково если не ошибаюсь на стартап village вот в этот момент времени вот я принял решение переезжать в москву потому что я прилетел на стартап village выступил в секции финтех стартапов мне по порту попросили я не хотел много типа нам не хватает там на балладе 10 компаний что вы выступила качать не открываешь кухня надо с не хватает на 2 типа 8 но на хотя бы девятый кто-то был как бы там чуть более известны чем 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 текущие выступишь выступишь я приехал выступил г типа андрей спасибо большое улетай все я сажусь на самолет взлетаю приземляюсь у меня самолет взрывает этот смс ок оказывается я с этим своим выступлением прошел следующий этап конкурса где там уже вексельберг кто-то еще лучше все руководство сколково на следующий день слушали еще раз эти же презентации от победителей в каждой номинации и выступление у меня 12 часов дня я приземлился в 5 утра в екатеринбурге после вот этого и когда мне пришлось срочно искать новый билет был только бизнес-класс мне уже было пофиг на это бизнес-класс я просто так вот он спал когда я прилетел и рассказал я понял что ну хорош ну то есть летаешь москву значит как это вот ну в чертаново ездишь условно то есть за это легко переехать в москву и начать вести бизнес москве москва легко принимает бизнесмена насколько это жесткий город для условно говоря новичка вот не хочу обидеть но ты даже говоришь не по-московски ничего в этом такого нет да она просто просто слышно ты встретил какое-то сопротивление или всем совершенно все равно но по большому счету скорее все равно и даже немножко в другую сторону то есть екатеринбург всегда был таким интересным городом вот приведу пример последний миллионник в россии где открылся макдональдс это екатеринбург потому что там очень долгое время была своя сеть называлась макпик и туда смог дать и макдональдс только построив этот ну как он пришит мега мега вот только с мегой как с ашаном с икеей там да только с мегой макдональдс смог попасть вообще в свертловскую область в принципе что было своя скажем так ну в кавычках ресторанная мафия которая делала макпик это был бренд екатеринбурга и даже макдональдс ничего сделать не мог поэтому когда я приезжаю в москву ну и часто мы живу там да иногда вот такие вот проскакивают уральские там да и мне не раз и не два говорили слушайте ну вы суровые уральские парни давайте охладить его немножко но это понятно какие тагильские уральские дам этому скорее в сторону духу ромаши духу ромаши я помню когда первый раз приехал москву мне казалось как здесь удобно в транспорт заходить а потом выяснилось что локти у меня работали в москве уже все обученные привычные пропускают друг друг так что может быть а дух урал маши скажи мне пожалуйста он как то вот все до сих пор ощущается ну может быть я думаю может быть в отношении да думаю да ну то есть это же это часть культуры прямо говоря ну то есть к культурный код асти там кими-то умными словами начать говорить о том же есть то есть все равно люди которые сейчас там чего-то добились там да они со страхом ходили по вру машу или машу это района города да то есть как бы как дур дурацкая плохая примета посвечивать себе айфоном 0 маши на улице ну то есть как бы без айфона придешь домой то есть до сих пор как бы даже когда-то встречается и бывает там да если ты приедешь на экскурсию на ил на альмаш особенно там да это через дорогу от урал маша по проспекту космонавтов будет в принципе ну очкова ну вот хотя может если не зная ты пойдешь может тебя и пронесет и последующие дорогу айфоном да может и в москве есть урал маша ты не знаешь и я слава богу не знаю в москве на самом деле вот вот это один один многих мегаполисов в мире где вот на самом деле нет условно таких вот там как get to do it get to это слишком громкое слово но опасных достаточно россии квартал да ну там было свое время на это уже застал эти квартал на квартал новая история вот тут вообще был у меня конечно разрыв шаблона потому что нас всегда учили что москва бьет с носка москва слезам не верят и москва жестоко к приезжим она встречает их локтями а тут такой приезжий говорит я приехал и вот такие тут все мягкотелые четко шлиф мы с тобой мягкотелые я стал мягкотелым я тебе говорю что у меня ровно такое же ощущение было первые годы после переезда москву здесь все слишком вежливые наверное там есть какой-то порог свыше которого встречают уже я не знаю каким-нибудь огнем и мечом но вот в начале средний бизнес малый да просто жизнь человеческая ты в регионе привык гораздо более ну тяжелым условиям существования вот и все то есть для него здесь все просто я его понимаю совершенно другая история что у меня просто есть товарищи из икб и были такие в 90 я помню какие удивительные феномены заезжали оттуда с какими выражениями с каким языком причем подвешенным они были очень приятные но верила от них чем-то таким вот знаешь не местными я понял потом когда посмотрел что это верила тем самым кладбищем на котором все с мерседесами да и мы сейчас сломаем четвертую стену я прям в камеру посмотрю ребят если вы делаете бизнес в регионах и думаете не ехать ли вам в москву посмотрите интервью с андреем завьяловым поймете что здесь живут мягкотелые люди езжайте в этот город завоевать семь лет назад если верить официальной истории твоей компании и дело было на регате на которой 123 достаточно успешных наемных менеджера скб контур встретились с инвестором этот инвестор что-то им рассказал и изменил их жизнь что он рассказал и изменил ли он жизнь жизнь изменил точно что рассказал ну он больше наверное дал понять что извини кто он давай просто произнесем эту фамилию пантелеев эдуард вот но он потом заводили по нему поговорить и каче смысл в чем смысле сбил качаешь он просто спросил ребяток вы же это можете сделать что это онлайн-сервис для предпринимателей кнопку как мы тогда и задумали мы такие а почему мы прикольная же тема то есть банк онлайн-бухгалтерия онлайн-сервисы для бизнеса все в телефоне тогда это еще все было там но это часто стало гораздо более привычно и почему мы но вы же бухгалтерию знаете понимаете в этом в контуре работали и тут как бы фактически в ком-то смысле ну за заразил как бы нас желанием попробовать самим что-то сделать а вы до этого даже и не подумывали ну как мы когда в контуре там да мы тоже вот там делали бухгалтерию эльбом это занимались там электронным документооборотом буду тоже зачинаю снова проекта ты его начинаешь внутри как бы большой компании это не то же самое что тебе говорят чувак пуст пустое поле денег да деньги есть вы делаете как бы это что вы сделаете это как бы вашим будет то есть как бы это немножко другое чем тебе просто говорят чувак сделай такой презентации порисовал два месяца показал не говно ты такой ну не расстроился пошло рисовать следующем вы не положили на стол свои деньги деньги были инвестора вы положили на стол свое свои знания время жизнь готовность посвятить ее этому проекту и это была ваша инвестиция на эквихайринг да это да именно так то есть деньги мы свои не вкладывали был на какой-то риск был для ощущения того что ты оставляешь что-то безопасное привычное надежное и гарантированное и пускаешься в какое-то рискованное предприятие ну скажем так жена сразу одобрила да она да я сомневался но из нас троих я сомневался меньше всех потому что у меня были такие переходные этапы в жизни ну там из начальника поезда я ушел в инженеры программисты чтобы но быть ближе к семье потому что инженеров программистов я ушел на позицию финансового директора потом я стал генеральным директором энергетической компании в проектной там тоже работала зарабатывал как бы деньги соответственно потом оттуда я ушел просто менеджером по продажам в эльбу хотя у меня уже был МБА, я был генеральным директором, туда-сюда, я все плюнул, вообще все плюнул, и просто пошел продавцом продавать софт, ну что вот как бы мне вот это, все это как-то, поэтому мне как-то было достаточно легко принять решение, начать наконец-то все-таки делать что-то свое, в отличие от ребят, я в сравнении опять же, да, а вот у нас же трое было там, да, Антон и Евгений там, да, мой партнер Антон, он вообще пришел в контур работать, по-моему, на третьем курсе университета, и за тот момент времени он в контуре отработал 11 лет, и больше нигде никогда не работал, и не менял место работы, и для него этот контур был всей его жизнью, вот ему это было непросто, ну то есть, ну, все-таки он был молод, а вот сейчас бы, наверное, по второму разу, может быть, и не случилось, да? Ну, со слогателем наклонения не бывает, ну, то есть, как бы, наверное, да, вот просто я говорю в сравнении опять же, то есть мне было проще сделать, чем вот моим партнером. Эти данные наверняка есть в Спарке, мы могли вообще сами на них посмотреть, но мне будет приятно, если ты произнесешь, сколько процентов? В Спарке их нет. Ну, я взял немножко на понт, хорошо. В Спарке их нет, то есть, как бы, это да, то есть, потому что там в Спарке 100% это киберская компания, ну, естественно, для инвестиционных целей владельцами является компания на Кипе, и уже дальше, соответственно, есть определенная... Структура собственников размыта. Ну, она есть, естественно, там, да, вот, но в сейфе. В сейфе. Ты не готова назвать? У нас было по 8,75, если я не ошибаюсь, 80,75% у каждого. Сколько денег потратил инвестор на проект и тратит ли он их до сих пор? Нет. Когда вы договаривались, звучал ли финансовый горизонт? Говорилось ли, ну, вот мы делаем этот проект, я не знаю, от нуля до 20 миллионов инвестиций, а дальше либо закапываем, либо инвестируем еще 40, если все идет хорошо, ну, например, так? Нет, там мы договаривались, что вообще мы будем это делать в рамках банка24.ru, был такой банк в свое время, да, это была одна история, были одни договоренности, то есть у нас как-то с кнопкой все время что-то какая-то происходит, ну, так в любом бизнесе. Год мы жили, как бы, окей, как некое отдельное подразделение, там, банка, отдельное юридическое лицо, все, но вместе с банком, да, что-то нам помогал где-то банк, инфраструктура, там, еще чем-то там, да, потом, значит, у банка отзывают лицензию, мы вообще вынуждены отправляться в свободное плавание под совершенно другим соусом, то есть инвестиций уже нет, ничего нет, то есть все обещания или там, ну, обещаний там не было, все договоренности, они потеряли вообще какой-либо смысл, потому что в этих договоренностях всегда был большой брат банк, да, то есть у Эдуарда Пантелеева, Бориса Дьякона, это был их банк, там все, как бы там, да, и это был большой брат. Оттуда раз у них банка не стало, как бы, и, соответственно, мы стали вообще абсолютно независимые в этом смысле, и это, как сказать, и хорошо, и плохо одновременно, то есть плохо в том смысле, что мы теперь поняли, что нужно все переделывать, всю стратегию, ну вот вообще всю, да, как развитие, только там инвестировать и инвестировать, но в то же время хорошо, что мы стали абсолютно уже полноценно, настоящими, красивыми, одиночными и так далее, но это сильно все меняло, то есть как бы там, да, разные этапы жизни и развития компании, то есть раз, два, три, четыре, пять. Поэтому инвестиции, когда были нужны, они находились, да, когда они были не нужны, они не находились. Мы уже года три живем без инвестиций, мы уже зарабатываем, получаем дивиденды и так далее, то есть как бы это уже есть. Есть цифра 10 миллионов, она описана в нескольких твоих интервью, ты готов под ней подписаться, что 10 миллионов долларов – это примерный объем вложений, в зависимости от курса, да, да, да. У меня другой вопрос, ну посмотри, такой резкий поворот, вы были очень важной, наверное, ну или приятной, так скажем, приставкой к банку, а потом и какие-то бухгалтеры, одни на рынке, что они там делают, ни банка, ниоткуда клиента брать, еще что-то. Это же заново нужно было перезапускать бизнес, нужно было ходить по улицам, кричать, мы тут, сюда, сюда. Как это было? Что такое? Нам только что просто птичка пролетала и говорят, что с этой вестью вы аж до Лондона дошли, что пришлось денег платить людям, которые придумывали, как вам о себе рассказывать. Вот. Помогали нам ребята из Лондона, которые помогали делать бренд, ну, идентику, брендбук и так далее, до того момента, когда мы еще, это все было, когда это была еще часть банка. То есть это не после там, да? Другое дело, что мы этим не пользовались в том объеме, который подразумевался, потому что это все равно, как бы, то есть, ну, нам проще было под банком, как ты правильно говоришь, там, да? Ну, банк, у него есть там отделение, там, туда-сюда. Это сейчас там банк-точка, который правоприемник, там, банка, значит, ИРУ, тоже мы онлайн-банк и без отделений. Тогда они еще были с отделениями. Понятно, что было проще начинать в Екатеринбурге, в отделениях продавать, были продавцы, там, операционисты, ну и так далее. То есть там уже продажи было несложно, на самом деле. Ну или сложно, я не знаю. Но есть система какая-то. Да-да-да, есть какая-то система, которой ты можешь пользоваться, да? Вот. И поэтому вот все, что нам сделали вот эти ребята там, да, из Лондона, они как бы сделали круто, все здорово, но мы какое-то время, когда вот именно приезжали, презентовали, мы досмотрели, вот если вот наша есть девочка, изображение кнопки, да, девочка-кнопка, если вот на нее посмотреть сейчас, никто не поймет, что у нее как будто бы борода. Ну вот примерно у тебя. Спасибо. Если сейчас на нее взглянуть, у меня изображение, ее нет, 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 нет с собой. Ты поймешь, что да, кажется, что бородатая девочка. А тогда, в тот момент времени на Евровидении победила бородатая… Кончита. Кончита Вурс, да, по-моему. Как это была она? Нет, нет. И вот почему-то в тот момент времени, в момент презентации этой девочки показалось по аналогии, что это вот Кончита, мы такие, в чем нам привезли бородатую девочку, короче, они такие, ну вот сейчас с этой бородатой девочкой. Вот тогда был хайп на этом, да? Серьезно, у вас бородатая девочка? Да. Ну вот, ну открой, я не знаю, там где-то. Потом посмотрим. Потом посмотрим. В принципе, можно на нее смотреть, как на бородатую, короче. Сколько бородатая девочка, адентика с бородатой девочкой обошлась кнопочки? Ну там что-то под миллион долларов. Под миллион долларов. Да, да, да. Но это была ваша идея или… Ну не только сделали это. Полностью они делали. Не-не-не, имеется в виду или ваших инвесторов. Надо обязательно у лондонских заказать бородатую девочку. У Эдуарда есть такое потрясающее свойство. Инвестора. То есть он как бы, ну, как я уже говорил, он там закончил ГИМО, там работал там послом и так далее. У него очень богатый жизненный путь. И он такой в каком-то смысле человек мира. Он много знает людей и он как бы всегда действует по принципу, что пока есть возможность, нужно использовать лучшее. Потому что вот если я ничего не путаю, могу путать, но по-моему вот чувак, который этим агентством как бы, ну, рулит, у него есть девиз. Я, говорит, берусь за такие проекты или-то не он. Ну, по-моему, он. Я, говорит, строю здание и это здание должно быть таким, чтобы на его фоне люди фотографировались. Я берусь только за такие вещи. Типа все то, что, ну, просто там построить, это не то. Вот я только то, на фоне чего будут делать селфи. Прикольное такое, ну, как бы, жизненное кредит. Ну, вызов, да. И такой вызов определенный. Вот. И как бы у Эдуарда что-то похожее, и поэтому вот как-то, вот он говорит, так давайте сразу сделаем хорошо. Вот есть возможность, давайте сделаем. Мы такие, зачем? Зачем? Вроде как, ну, столько денег, что? Парни, короче, потом поймете. Потом мы поняли. Ну, вот как раз таки вот, когда не стало банкой, мы поняли, что в принципе, то эту вещь как раз таки вот, которая у нас есть, ее и нужно, соответственно, то есть, как бы использовать уже, раскручивать там везде. В каналы продаж стрелять, в маркетинг, ну и тому подобное. А как происходит процесс принятия решений в вашей такой непростой, если смотреть на фотографию руководства компании и структуре? Есть два стейкхолдера и есть три основателя. И вот мы сейчас услышали от тебя историю, что такой ключевой вопрос, скажем, как выбор агентства для создания брендинга и огромные расходы принимался, по сути, единолично. Тем, кто плохим, грубо говоря. Да, стейкхолдером. А как остальные вопросы принимаются? То есть это все-таки коллегиально или у вас есть ярко выраженный лидер и вы, в общем, соглашаетесь? Нет, Эдуард все равно, то есть как бы, насколько я знаю, сколько мы общались там, да, никто из нас никогда даже не думал, скажем так, оспорить лидерство Эдуарда. Но это каким-то надо быть как бы странным человеком, чтобы вот, но то, что он говорит всегда на каких-то наших общих встречах, там, да, там, совет директоров или там акционеров, там, громко называется, мы собираемся в Праге и пьем пиво и обсуждаем рабочие вопросы, называется собрание акционеров. Вот, ну, видимо, так у всех плюс-минус. Он правда какие-то вещи умеет рассказывать так, что ты сидишь и думаешь, что я такой дебил-то? Почему? То есть он тебя не заставляет, не убеждает, не приказывает. Он тебе просто приводит массу потрясающих историй, осознавая которые, ты такой понимаешь, что почему бы не попробовать? Даже в какой-то момент времени, помню, мы как-то отдельно без Эдуарда такие собрались и думаем, блин, ну, он точно фигню не скажет. Мы не понимаем, почему он это предлагает, но мы готовы ему довериться. И, по крайней мере, пока ни разу не было такого, что мы пожалели о том, что доверились. Потому что он как-то всегда рассуждает, ну, вот, может быть, это и признак «идеального стейхолдера» в кавычках, да. То есть он так смотрит на все это дело со стороны. Мы внутри, в операционке, он смотрит со стороны. И он так на это все смотрит. «Ребята, может быть, вот так вот?» Мы такие. Ну, давай. Ну, то есть, как бы, там нет, как бы, знаешь, ну, принуждения, там, да, или там, служебные записки парни записали приказ вот такой, это делаем вот так. Нет. То есть, как бы, в операционку он не лезет, слово совсем, и старается туда не лезть. Он такой, как бы, ну, больше в виде, скажем так. Когда вы запускали проект, когда вы только обсуждали стратегию, в том числе, наверное, развитие инвестиций, вы обсуждали стратегию возможного выхода. Обычная же история, когда создается нечто с нуля, назовем это словом стартап, всегда основатель говорит, ну, вот мы развиваем это какое-то количество лет, потом мы либо живем на прибыль, либо мы ищем стратегию, либо к нам приходит инвестиционный фонд. Но, в общем, идея выхода, она всегда обсуждается. Более того, часто фиксируется в документах, кто и что получает, в случае продажи компании. У вас есть какой-то такой документ в сейфе? Нет. У нас было следующее. Мы договорились как раз-таки вот на той самой яхте, точнее, ну, не на яхте, потому что Эдик яхты ненавидит. Ну, не только ненавидит, он как бы старается держаться от них подальше. Вот Борис, прям фанат, он там, капитан дальнее плавание, там, и все такое. Мы с ним сначала были на яхте, а потом мы остались на два дня в Барселоне, и мы, соответственно, с Эдиком уже лично познакомились и выслушали как бы его мысли и идеи. Он, на самом деле, говорил сразу же так, ребят, давайте вот мы сейчас договорились, точно потом мы решим все по справедливости, что и как. Давайте мы будем делить тогда, когда будет что делить. Я, говорит, вам обещаю, что будет все окей. У меня было некое сомнение в этом. Ну, как ты говоришь, типа, почему бы там какую-то бумагу в сейф не положи хотя бы соглашение о намерениях. Но почему-то в то время мне это не казалось стоп-фактором. То есть у меня было про это, как бы, типа, почему бы сразу. То есть у человека есть такое поле, искажающая реальность. Он говорит, и все говорят, ну да, почему бы нет. Ну, почему и сказающая, может быть, формирующая реальность. Ну, это про… Да, почему и сказающая. Ну, это про Джобс, стандартная фраза. Известная история, да. Вот. И, в принципе, потом, когда прошло вот года два или три, когда уже стали появляться там первые деньги, там, прибыль замаячила впереди, что-то еще, он предложил разделение. Определенное. Как все будет разделено, там, 50% инвестору, 50% команде и разделение внутри команды, что там мы трое получили одинаково, и он тоже, как член команды, тоже получил деньги. Мы посмотрели. Вот я лучшей схемы до сих пор не видел, не слышал ни в одном бизнес-кейсе, ни где-то еще. То есть, как бы, у тебя, фактически, есть 50% инвестору, 25%, почему мы сейчас и посчитаем, 50% инвестору, потом есть два, те, кто придумали и вот прямо вот, ну, нашли нас, они себе еще берут 25 и 25 нам на троих. Поэтому я вот путаюсь, там, сотые доли. 25 разделить на троих, там будет 8. Чё-чё-чё-чё-чё-то 33. Да-да-да-да-да, вот как бы там вот такая история. И, в принципе, почему нет? Как бы нормально? Нормально, как бы, да. Мы посмотрели, потом уже начали это все оформлять документационно. Ну, то есть, как бы... Мой первый миллион, скажи, пожалуйста, ты заработал миллион? Опять же, что такое заработал миллион? То есть, как бы, зарплатой? Ну, это я не считаю. Ну, зарплата – это зарплата, да. Я там получал и в Контуре, и раньше, и там, и начальником поезда, как бы, да. В начальником поезда миллион точно не зарабатывал там. Это факт. Это уже закончилось все срок-то. Не было. Не отпуская все-таки сладкая тема. Не приду. Ну, было прикольно. Это правда. Вот. Наверное, первый миллион заработал еще вот до всей этой истории. В СКБ? Нет. Еще раньше. А, все-таки раньше. В другой компании, да. Ой-ой-ой. Как это земля тагильская и КБ. А вообще, кстати, первый миллион, во-первых, как отпраздновал? Помнишь, вот этот миллионыч, круглые цифры? Мальчик стремится к каким-то рубежамам? Да. Я, во-первых, не стремился. Ну, как бы, то есть… И че, ну вот он, миллион. Ну, как бы, да. Купить себе надо. Я пошел, купил машину. Все. Какую? Вольво X70. Ну, ничего. А часы купил дорогие? Нет. А на 2 миллиона купил? Нет. А на 3. А зачем? Чего-нибудь купил? Нет. Гуччи там, я не знаю, еще какой-нибудь дребедень. Нет. Я пошел, купил машину. Просто пришел, купил. Дорогостоящее увлечение. Я понял, есть хоккей, есть яхтинг. Может быть, вы яхты скинулись, купили себе, нет? Нет. Ну, яхту покупать – это, как бы, ну, странная история. Что-нибудь странное. Что-нибудь с адреналином, парашют, сноуборд, магазин. Кимоно, дзюдо, очень хороший. Дайвинг. Дайвинг. Ха-ха. Ну, это такое. Адреналина там мало, на самом деле. Нет. Смотря, куда ты лазишь, конечно. Смотря, куда ты лазишь, как ты лазишь, с кем ты лазишь. Я здесь у него спрашиваю, что он сделал, когда заработал первый миллион. И он как-то так вяленько отвечает, ровно так же, как и другие. И про второй миллион тоже самое. А потом, как только мы вышли, да, из кадра, он сказал, да ладно, я съездил в Гималайи, я съездил в Антарктиду, я то-то, я сета. Все-таки люди, как это ни странно, очень не любят говорить об этом на камеру. Хотя ничего такого феерического не было, но поездку в Антарктиду не уходишь. Нет культуры успешности, стыдно быть успешным в этой стране. Надо прибедняться. Чтобы быть своим, чтобы быть хорошим, надо прибедняться. Не нельзя демонстрировать материальные стороны успеха. Можно демонстрировать достижения, знания, опыт, всякие вещи, золотую медаль, а возможно съездить с женой в Гималайи почему-то надо вынести за скобки нашего разговора. Ни у кого нет миллиарда, идите отсюда. Это всем известно. Ну, это логический случай вообще, давай его тоже вынесем за скобки. Друзья, давайте я поработаю занудой, давайте вернемся от всяких тем приятных, к темам интересным, давайте поговорим про бизнес. Скажи, пожалуйста, если можно в одном предложении, что продает кнопка? Услуги для малого бизнеса. Бэк-офис для малого бизнеса. Давай так, одни предложения. То есть это сервисная компания, это не IT-компания? А сейчас как бы каждый банк старается стать IT-компанией, каждая IT-компания хочет быть при банке. Ну, то есть это уже все размылось. То есть как бы у нас внутри все, без IT, короче, мы не смогли стать какими мы были сейчас. Предпринимателю ему пофиг, IT-шник ты или нет. Ему хочется… Услугу. Взять телефон и тут увидеть сумму налога к уплате. Перед этим отправит нам кучу сканов своей первички. Вот он нам отправляет, просто фоткает первичку, у него появляется на экране сумма налога. Это IT-шное решение или это услуга? То есть это бухгалтерия все-таки? Да. Это все-таки бухгалтерия. Почему бэк-офис? Потому что бухгалтерия, она все равно неотрывно связана с юридической поддержкой. А, то есть еще и юрподдержка? Да. А документооборот? А что такое документооборот? Вот спрашиваю. Документооборот – это вот, ну, опять же такое, ну, дайвинг, да, это бывает такое, бывает такое, да. Что такое документооборот? То есть вот то, что они направляют все документы и получают электронный архив, которым они могут легко найти все свои сканы рассортированные там по всяким признакам, да, это мы даем. Угу. Помогаем ли мы, например, там, отправлять, получать их первичку, ну, документооборот с клиентами? Да, помогаем. Помогаем мы работать с электронным документооборотом, с операторами по электронному документообороту? Тоже помогаем. Даем мы документооборот? Наверное. Да. Кто-то говорит, а я хочу, чтобы вы заменяющих документы подписывали и отправляли к контрагентам. Такое у нас тоже есть. Ну, в общем, там, как бы, предприниматель – такое существо, у которого всегда есть лишний таракан, ну, то есть в голове. Сколько клиентов сейчас у компании? Полторы. Тысяча. И это, это предел технологический, организационный или вообще пределов больше нет? А не знаю. Через три года расскажу. Скольких бухгалтеров вы отправили на улицу и заменили их роботами? Вот скажи, вы же уничтожаете профессию, нет? Никогда я так не считал? Да. Скорее всего, не мы ее уничтожим. Скорее всего, все равно уничтожим государство. Просто оно пока не готово это делать по морально-этическим принципам, на мой взгляд. Потому что, ну, государство – это что такое? Оно знает все данные из банка. Оно все знает, то, что мы часами пикаем, то есть все онлайн-кассы. Оно знает о движении всех денег. Правильно? Правильно. Там есть потрясающие ребята, программисты, налоговая там, это АСУ, как она называется, я не помню, налог 2 или что-то какое-то у них там штука там есть. Они опять же знают, кто, что, куда тратит, переводит и так далее. Все это смычить, свести государству ничего не стоит. Ну, как вот мы с вами, да, получаем уведомление, заплати налог за автомобиль. Мы же никто не понимаем, как ты что посчитал, откуда они знают, сколько ты ее купил. Ты, в принципе, же пришел в салон, да, купил или там срок купил, там, подписал договор для продажи, поставил его на учет. Потом тебе кто-то посчитал налог, ты такой, ну, окей, оплатить. Ну, если в целом тебя сумма устраивает, да, ну, 93% людей она устраивает. Как это произошло? Да никто не знает. На самом деле, в какой-то момент времени с юридическим, грубо говоря, налогообложением будет примерно так же. То есть, директора бутыловала сумма… И у вас с вашими нейросетями уволят тоже. Ты об этом же говоришь? Скорее всего, эти технологии просто я бы хотел, чтобы потом стали этой частью, просто вот и все. То есть, на самом деле, технологии просто делаются, но государству невыгодно сейчас 6 миллионов бухгалтеров, а именно столько в России, по нашим оценкам, по-моему, года на два. То есть, это вторая, по-моему, после охранников по численности профессия. Это бухгалтеры. И почему это женщины? Это социально неизвеченная часть населения, много одиноких женщин там, да, с детьми. Если сейчас начнешь их менять на роботов, причем, как бы, менять в рамках госпрограммы, то никакое голосование тебе уже не поможет. Ну, то есть, понятно. То есть, это слишком серьезная социальная штука. Так вот, мы же могли все-таки посчитать, да, там, сколько у вас должно... Насколько вы уменьшили, так скажем, штат? У вас же все равно есть бухгалтеры? Нет, их там порядка сорока сейчас. Сорока. То есть, как минимум, вы сократили... Ну, там трое. Я думаю, достаточно долго. Я думаю, еще лет 10-15. То есть, как бы... Через 15 лет вместе с бухгалтерами кончится и компания «Кнопка». «Кнопка». Почему нет? То есть, скорее всего... Ну, опять же, это сейчас такая очень прожекторская будет штука, да, то есть, слишком футуристичная. Скорее всего, всегда будет нужен некий арбитр, ну, перед... той суммой, которую тебе выставило государство. То есть, сейчас, когда тебе посчитали налог на машину неправильный, ты просто берешь и ищешь формулу, там, литраж или, там, лошадиные силы, там... Как она там считается? По-моему, по лошадиным силам плюс какой-то есть коэффициент налога на роскошь, какая-то там история. Ты сел и сам, в принципе, разобрался. Если мы говорим про бухгалтерский учет компании, государство может ошибиться. И тебе нужно к нему апеллировать. То есть, тебе все равно должен быть... Тритейский бухгалтерский... Возможно, это сейчас я вообще такие, знаешь, ну... Не, ну, как мы же через 10 лет. Да-да-да, это примерно в этой серии, может, и будет вообще не так. А сколько программистов в вашей компании? Опять же, все плаваю, еще от 20 до 30. Не так много. Не так много? Не так много. А, основная масса – это продажники, что ли, получат? Нет, продавцы есть. Есть те, кто, соответственно, обучают роботов, сидят. То есть, есть те, кто взаимодействует с клиентами, та самая сервисная поддержка. Опять же, как бы у нас, предположим, ты взял в чатик, что-то написал там, выставите мне счет. Какую-то историю отловил, соответственно, сразу же робот подсунул тебе этот счетик, отправил. Какие-то запросы, они не формализуются. Это должен обрабатывать человек. Клиенту уже пофиг, там, искусственный интеллект или нет. Он тебя ждет счет на оплату. Все. Его не интересует. Он не называет это ни услугой, ни программой, короче. Ему нужен конкретный результат там, да. Поэтому у нас есть люди, которые общаются с клиентом, так или иначе помогают решать его бизнес-вопросы и бизнес-задачи. Это прям такая важная история. То есть такие люди тоже есть, команды обслуживания. У нас каждый клиент так или иначе знает, кто с ним. Бухгалтер, юрист, там, бизнес-ассистент, там, да. Эти люди тоже у нас есть. Поэтому у нас часто трансформируется компания. То есть умные бухгалтеры садятся в один момент времени рядом с программистом. И программист говорит, что у тебя не получается? Он говорит, у меня вот здесь затык. И они садятся с программистом вместе и начинают искать, как это место расшить. Зачастую бухгалтер говорит, это можно сделать только руками, программист. Не понимаю. Они же крутые ребята. Они такие, вот так должно работать. Почему не работает? Начинают копаться. У нас сидит программист, делает что-то вместе с бухгалтером. Есть бухгалтер в штате? Есть. Занимается он бухгалтерским учетом для клиентов? Наверное, да. Но на самом деле он вместе с программистом пытается сделать электронного бухгалтера. Пытает себя уволить. Да, да, да. Год назад мы с тобой беседовали, может быть полтора, и ты мне рассказывал, что компания находится на грани очередного разворота, и вы думаете о том, чтобы продавать не сервис, а ваши интеллектуальные инструменты для организации подобных сервисов. Вот эта идея состоялась или она? Она состоялась. То есть чем я сейчас, в частности, больше занимаюсь. Кстати, вот был интересный этап. То есть мы год назад наняли себе генерального директора. Это тоже было такое очень интересное. Обычно же мы там сами управляли компанией, а тут мы взяли наемного генерального директора со стороны. Это было непросто, скажем так. При обсуждении, при решении, при поиске такого человека. Это тоже определенный этап жизни роста компании, когда появляется генеральный директор не из акционеров. Это другая штука. Мы с Антоном стали углубляться в то, что называется распознавание документов и занесение этих документов в систему. То есть, опять же, присылается скан, скан, по идее, через 15 минут превращается в проводку в бухгалтерской системе. Не просто распознается, а он распознается так, как бы сделал бухгалтер при внесении его в 1С. Это две разные вещи. То есть, не просто символы распознать, это как бы там уже ребенок может сделать, а так, чтобы она попала сразу в 1С. Это решение. Изначально какие-то зачатки были в кнопке. Потом для того, чтобы, опять же, любая проблема любой компании, как сделать внутренний стартап в компании. На самом деле нужно просто выдергивать и строить его как бы отдельно. Потому что у большой компании уже другие цели. Но она идет, как ледокол, там ломает льды. Поэтому вот этот кусочек, как бы опять же, выдернули. Ну, внутри компании имеется в виду, внутренний стартап. Сейчас прямо и мы занимаемся, да. И, в принципе, это опять же нравится, интересно. И когда-нибудь мы, может быть, и в него найдем генерального директора. Я надеюсь, мы дойдем до этой стадии. То есть, да. Слушай, а как вот человек, в душе которого дух Урал Маши, как он придумал, 7 лет назад вы придумали, что у вас какая-то там будет новомодная холократия, будет скрамы, джайлы, еще что-то. Как это вам в голову? Ну, это модно. Все об этом говорят. Ну, вы же люди из бизнеса. Вы все руками делали. И как можно было ввести самоуправление в компанию? И зачем оно вам? И что с ней сталось? Ну, скрам и аджайл до сих пор используют, это два кита, ну или три, не суть, на которых мы стоим. То есть, без этого я вообще не понимаю, как делать любые проекты. Ну, то есть, это лучшее, что было придумано в системе управления проектов. Особенно, когда это заточка по стартап, да, то есть, ты очень быстро меняешь, ну, движение свое там, да, у стартапа самое главное умение быстро изменяться. Если ты имеешь структуру управления через скрам, то ты, соответственно, этим полностью управляешь. Если мы раньше даже всем новичкам рассказывали основы скрама и аджайла, и сейчас мы даже этого уже и не делаем, это просто уже настолько внутри компании, что это просто, ну, как бы, опять же, культурный код, да, что это слово подцепилось. Вот, как бы, вот то, что касается холократии, да, то есть, мы пытались в свое время выстроить именно структуру самоуправления в компании, то есть, холократия, бирюзовая организация. Мы достаточно много… Конституцию надо было писать. Конституцию надо было подписать. То есть, на самом деле, как бы, я не считаю, что это был плохой этап в жизни, да, возможно, возможно, если бы мы этим не занимались, мы бы там, ну, чуть быстрее пришли к какому-то результату. А может быть, наоборот, если бы мы на это время не потратили, ну, то есть, опять же, история не имеет сослагательного наклонения. То есть, вы отказались? В итоге мы отказались. Ну, то есть, как бы… Не осталось вообще никакого духа этого самоуправления? Ну, может быть, несколько терминов осталось. А духа, на самом-то деле, что самое-то смешное, холократия, вот, ну, это же вещь, на которой зарабатывают. Ну, то есть, тебе, чтобы написать правильную конституцию, тебе нужно нанять специально обученных, как бы, консультантов, да. Чтобы специально обученного консультанта нанять, тебе нужно, там, пройти у специально обученного человека аудит, я не знаю. Ну, хочу, это некая, там, система по вымыванию, как бы, денег из компании, там, да, что, вот, как сейчас, там, хочешь, там, пройти аудит по МСФО, только у специального аудитора. Ну, то есть, как бы, больше ни у кого ты не пройдешь. Поэтому, чтобы холократия у тебя была прям по-настоящему, ты должен, ну, заплатить… Вложить денег. Да, вложить в этот денег. На самом деле, все, что касается отношения к людям, отношения к команде, как это ни странно, у нас всегда это было, как бы, ну, то, что в холократии есть. То есть, у нас всегда все на ты, никогда не было рабочих кабинетов, там, не у кого… А как же вожди? Ты же вождь. Поэтому, это и появилось, как бы, название это вождь, чтобы не хотели называть себя директорами. Ну, то есть, как бы, что вот вождь, как бы, это больше такое, ну, сели даже в чем-то и поражать. Мы не хотели выделяться, у нас никогда не было, там, мест на парковке выделенных, у нас никогда не было, там, опять же, кабинетов, секретарств, чего-то еще. То есть, ты кушаешь на одной, в той же самой столовой, за тем же самым столом. То есть мы всегда старались держать между всеми сотрудниками компании одинаковую дистанцию, все время это пропагандировали. Потом просто как бы показалось, что холократия про это, да, она в том числе и про это, но там еще есть куча своих там тараканов, которые нам в целом не интересны, пусть они бегают в другом месте там, да, а все эти вещи, они были у нас и так. Поэтому мы это в принципе и оставили, а этих таракашек мы отдельно выгнали и все, не стали делать ни конституцию, ничего остального. То есть шили свое собственное лоскутное одеялко и вам удобно? Да, да, да. А то, что у нас в компании, правда, условно, там, уборщица может мне просто смс-ку написать, Андрей, привет, как дела, это вообще не вопрос. То есть у нас абсолютно плоская структура, то есть каждый с каждой любое время не может поговорить, нет ничего такого. Да, есть как бы, конечно, формальные круги, там, круг программистов, круг бухгалтеров, круг еще кого-то, да, понятно, что это есть, есть у них какой-то лидер, да, но этот лидер, он меняется достаточно регулярно, вообще нет понятия этого слова, начальник компании, его даже нет. Просто если чуть более крутой чувак, но он почему крутой? Потому что все вокруг считают, что он крутой, а не потому что ему повесили погоны и дали ему должность. То есть это вот, это вот у нас вообще, как не было, так и нет. Так гендир-то есть, он крутой. А гендир, он должен быть в уставе, то есть хоть ты что с этим делаешь, то есть как бы, ну вот. Там у них в руководстве пять мужиков, все совладельцы, но при этом, как в общем я и предполагал, есть один человек, который сильно ровнее, чем все остальные. Мне это знаешь, что напомнило, как в ВКПБ считалось правильным следовать ленинскому курсу, и он, в общем, не оспаривался. Все признавали, что есть просто вожди, а есть великий вождь, который лучше всех знает. Вот у меня впечатление, что в кнопке у них не просто вождизм, это понятно, а некий великий вождизм, и есть авторитет, который, ну, просто не обсуждается. Слушай, как ты красиво говоришь. Мне кажется, что это такой уникальный какой-то случай, да, чувак, который умеет реально своими словами изменять реальность. Вот так вот поводить руками что-то рассказать, и все в это влюбляются. Удивительно, что он какая-то белая кость, что он какой-то мидовский, что он давно живет за границей. И умеет морочить голову всех. Но оно же работает, тут главное. Оно работает до тех пор, пока его слова сбываются. Тут стоит один раз ошибиться. А может быть, нет, может быть, можно и ошибаться, и тебе это прощают, если тебе авторитета достаточно. Есть определенные трудности, реальность. Не, ну, это, конечно, фантастика. Удивительно, что он не вождь. Он как бы в стороне стоит. Какой у тебя пенсионный возраст? Не знаю, как пойдет, на самом деле. Не думал еще? Как я сейчас живу, я безумно кайфую. Ну, то есть, как бы, вот, я делаю то, что мне нравится, я отдыхаю как мне нравится. Мне это все нравится, то есть, как бы, если так это будет идти, да пусть бы он не наступал никогда. Ответил? Да. Вот, наверное, так, то есть, как бы, я, ну, наверное, я счастлив. Вот, вот, все очень просто. Андрей, спасибо. Услышали много всего интересного для меня про Екатеринбург, даже, прямо скажем, нового. Друзья, надеюсь, всем было интересно. И не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, колокольчики, объяснить, что надо делать. Все, все, жмите по очереди. Спасибо, пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»